Товарищи, соотечественники и соотечественницы, наступил Великий День Победы над Германией. Басильская Германия, поставленная на галене Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсвель предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования, присутствие представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось 24 часов, 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако, сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной армии удастся привести ее в чувство. Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским империализмом. Великие зерквы, принесенные нами в войне от свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лечения и страдания, береженные нашим народом в ходе войны, напряженный труд в силу и на фронте, отданные на алтарь Отечества, не прошли дару, не увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы народов и мира международов. Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил, мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться. Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было сбыться. От войны развеял их в прах. На деле получилось нечто прямо противоположнее тому, о чем предили гитлеровцы. Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Товарищи, Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился, начался период мирного развития. С победой в вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы. Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом. Слава нашему великому народу, народу-обедителю. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь на свободу и счастье нашего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова